Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня хочу вам рассказать про распределение теней на фигуре, на теле, на одежде. Очень у многих возникает такая проблема, что когда рисуют, не понимают вот этот смысл, как же распределяются тени. Если говорить достаточно примитивным языком и уйти в геометрию, то наше с вами торс, тело, оно чем-то похоже на цилиндр. Соответственно, когда у нас цилиндрическая форма, то здесь распределение будет крайне таким обычным. Мы с вами будем иметь, соответственно, вот он цилиндр, да, сейчас, секундочку, черные краешки у цилиндра, то есть тени по краям, ну, если цвет светит прямо, понятное дело, при другом распределении. То есть вот сейчас я показала, да, абсолютно плоская форма, то есть вот он наш прямоугольник, абсолютно плоский, у него нету никакой там формы, еще чего бы то ни было. Мы к нему применяем, в иллюстраторе это называется инструмент градиент, то есть он становится темным по краям, светлым по центру и, соответственно, с одного края светлеет. Может быть, например, один край темный, один край светлый, все равно создается эффект объема. Но в нашем случае лучше использовать вот такой вот верхний вариант. Это мы с вами посмотрели градиент, да, когда автоматическая такая тень распределяется, то есть светлый центр и к бокам уходит более темная часть. То есть мы можем такое же попробовать сделать и с нашим, соответственно, манекенчиком, фигурой, что у нас есть. То есть если вы так разливаете, то видите, создается эффект объема. Да, он создается не идеальным, его нужно подкорректировать для того, чтобы мы лучше это видели, да, вот таким образом. То есть видите, здесь тень, но здесь будет более яркая тень по, соответственно, краю. Как мы это можем нарисовать не только градиентом, да, вот ножки у нас тоже цилиндры получились, да, ручки цилиндры. То есть это я сейчас вот такой вот в минимализм такой ушла, чем-то что-то между Кандинским и Пикассо получилось. Для примера это показываю, чтобы вы понимали, что оно вот так вот распределяется. Это вот на примере градиента, вот прям очень хорошо все видно и удобно. Вот они, ручки. Получаются такие вот цилиндрики. Сейчас сюда, уже в зависимости от тени. Соответственно, центр у нас более яркий, то есть свет светит прямо. Центр у нас более яркий в этом случае. И, соответственно, к краям оно все уходит. Здесь я пренебрегла чем именно формой груди, да, потому что, ну, кто у нас там, это мальчик или девочка, неважно. Вот сейчас просто в целом смотрим на фигуру, на торс. Понятное дело, что когда у нас добавляется с вами грудь, то она создает дополнительный объем, да. Сейчас мы ее тоже сюда покажу. То есть, если у нас добавляется с вами грудь, сейчас я ее опять в духе кубизма изображу. Вот здесь она будет находиться. Соответственно, это так называемый шарик или конус. И здесь у нас градиент будет распределяться по-другому. Ну, у основания он будет более светлый, точнее, более темный, то есть тень туда будет уходить. К вершине, к соску он будет более светлый. Но это вот такая упрощенная геометризация того, что мы с вами делаем. То есть приблизительно смотреться это будет вот таким образом. Сейчас не беру формы груди, то есть как они могут там быть грушевидные, туда просто вот точки зрения геометрии. Я понимаю, что формы человека бывают разные, но именно вот по распределению теней, вот посмотрите. При этом вот здесь у нас будет всегда с вами затенение. Оно будет там абсолютно всегда. И мы сейчас можем с вами, например, добавить дополнительную тень. То есть вот если градиентом это будет вот так, то здесь на бедре, сюда вот оно уходит. Вот таким образом у вас и на одежде он будет формироваться. Если же мы вот это все перекладываем на принцип плоскостной, тогда оно будет немножко другим образом. Я сейчас возьму наш с вами прямоугольничек и разобью его. Ну давайте на сколько разобьем? Давайте на 7 частей. У меня будет прямоугольничек, состоящий из 7 прямоугольничков. 3, 4, 5, 6, 7. И я тот же самый градиент теперь сымитирую при помощи заливки. То есть крайние части у нас будут с вами прямоугольными. Самыми темными вот эти, да, крайние части. Потом у нас с вами будет свет чуть-чуть посветлее. Потом еще посветлее. И самый светлый. Сейчас заливочку уберу. Соответственно, чем больше вот этих вот переходов, тем плавнее мы будем приближаться к градиенту. Если я сейчас просто смягчу вот эти вот части, да, они уже у меня будут смотреться помягче, полегче, по... Соответственно, вот так. Да, то есть уже вот это более мягкое формирование. Конечно, так оно вот в градиенте смотрится мягче. Но вот так тоже создается объем. То есть возможно, 7 частей недостаточно. Возможно, их количество нужно увеличить. Если мы сейчас его увеличим, то вы лучше увидите градиент. Так, давайте тогда увеличу количество. Было у меня 7 частей. 7 на 3, 21. Соответственно, самый край это черный. Вот сейчас прям по сетке пойду. Покажу, как оно будет формироваться. Потом темно-серый. 3. Сейчас прям вот покажу более мягко. Потому что на 3-х оттенках непонятно, не видно. Кис-кис-кис-кис. Так, это цвет номер 4. Раз, два, три, четыре. Видите, вот здесь есть градация. Я по ней, собственно говоря, и иду. Раз, два, три, четыре. Пятый цвет. Вот уже глазу становится легче. Пятый цвет. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 цвет. Седьмой цвет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соответственно, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. И 10 цвет. 10 цвет. Центр самый цвет. Вот, мы добавили граней. И, как видите, я просто последовательно шла по цветам. Я не создавала градиент. И у меня создалась тоже вот этот градиентный переход. Эффект объема. То есть по краям оно должно быть самым темным. По центру самым светлым. И вот точно такой же переход вы можете применять уже на своем манекене. Только здесь нужно немножечко будет пойти по форме. Что я имею в виду? Давайте я сейчас перенесу. Чтобы у нас все было понятно. Этот же принцип он и в одежду переносится. Это вот самое такое базовое плоскостное моделирование. Понятное дело, что там еще добавляются складки. Потом добавляются пластичность ткани, ее светоотражение. Это да, 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 да. Но вот сейчас просто хочу показать. Вот у вас есть эта фигурка. Что с ней делать? Вот у нас есть манекенчик. Соответственно, видите, у нас все равно просто побито на прямоугольничке. Здесь надо побить подобным образом. Соответственно, вбьем этот кусок и разбиваем. Я это буду делать сейчас при помощи инструмента, который мне поможет, чтобы полосочки у меня получились хотя бы вот так. Давайте мы сейчас это все разгруппируем и заберем наши с вами полосочки. Вот эти вот. Видите, то же самое, что и здесь, только я их разбила немножко по форме, чтобы они у меня попадали. Теперь сейчас сделаем зеркальное отражение. И, соответственно, если я сейчас буду прокрашивать их тенями, они у меня будут попадать. Но нам нужно понимать, что если у нас это женщина, у нас еще есть форма груди. И под грудью тоже у нас, как правило, формируется тень. Соответственно, что мы должны сделать в этом случае? Конечно же, край мы формируем самой глубокой тенью. При этом она не обязательно должна быть самая черная. Если мы здесь от черной начинали, то здесь она может быть темно-серой. Либо, как я иногда говорю, что можно заливать ее черной, но делать с эффектом прозрачности. То есть тот же оттенок вы формируете. Потом более светлая тень. Опять же, как удобнее. Можно черным, можно не черным. То есть уже мы формируем. Здесь еще посветлее кусочек. Но такие полосочки нам будет сложно рисовать каждый раз на одежде. Это сейчас именно понимание того, как формируется теневой переход. И где эта тень должна быть дополнительно расположена. Вот таким образом мы ее сформировали. То есть вот у меня уже формируется объем моей фигурки. На ногах надо сделать то же самое. И поскольку есть грудь, то у меня вот здесь под грудью всегда будет тень. Соответственно, моя тень будет формироваться таким же самым образом. Берем инструмент перо. И вот эту часть, вот она прям под грудью, должна сформироваться в тень. При этом она не сразу уходит, а она даст какой-то такой оттенок. И вот эта форма должна быть следующим образом. То есть вот наша крайняя полосочка, которая есть, она будет вот такая. Здесь можно поправить форму. То есть она будет не прямоугольная, а она будет все-таки формировать вокруг шарика теневую составляющую. Вот таким образом. Если я сейчас уберу шарик, имитирующий грудь, мы увидим вот такую форму. Соответственно, здесь тоже оно должно все туда. То есть мы просто поправиться должны. Вот. То есть мы вокруг шарика ее сделали. Можно это сделать более гладко. Уберу. Можно сделать это более ярко. Вот таким образом. Вот она у нас сформировалась. То есть вот он шарик, вот сформировалась наша тень. Что еще обычно формируют? Вот это место тоже затеняет. Потому что животик по центру у нас формируется. Ну приблизительно вот здесь пупок у нас идет. Вот такая вот овальчик формируется. И этот овальчик, как правило, самый светлый. Не все любят его рисовать, потому что он действительно создает объем. Ну показывает, что там она есть. Вот он здесь формируется. Соответственно, вот эта часть, она должна быть немножечко оттенена. То есть вот она из-под груди. Вот эта вот под грудью часть. Можно нарисовать дополнительно какой-то форму шарика, не шарика. То, как вы считаете нужным. Для того, чтобы показать, что здесь есть объем. Ну я обычно, мне хватает вот этой линии. Так, соответственно, нам нужно перышко. И перышко мы вот эту часть подчеркиваем. То есть формируем, что здесь овальчик. При этом вот сюда между ног, то, что у нас идет к лобку, оно тоже обычно темное. Вот оно обычно вот так идет. То есть оно на ножки заходит в тень вот таким образом. То есть их мельчить не надо, они обычно достаточно крупные. И вот эта тень, она не яркая. Она не требует яркости. Она прям такая мягенькая. Вот. И она будет формировать вот эту центральную линию. Смотрите, если я сейчас немножечко удалю, вот эту уберу, помощника нашего, который нам помогал сформировать эти линии. Вот. Соответственно, оно сюда точно так же синхронно пойдет. И вы сразу увидите, что у вас сформируется объем. Вот он получился. То есть вот сформировался животик. Здесь тень, здесь тень. По ноге тень пойдет точно так же. То есть вот эта крайняя часть. Обычно вот здесь вот эта линия колена. Ну, поскольку у меня манекенчик сейчас, а не фигура, ее не так видно. Здесь вот таким образом она будет распределяться. То есть не надо переусложнять. Вообще, вот частая ошибка начинающих, когда рисуют тени, это то, что их пытаются сделать очень сложными по форме. Очень много их, мелких. И показать, что вот здесь вот ткань вот так сделалась, а вот так. Не надо. Чем вы сделаете это более просто, оно будет смотреться лаконичнее, бесспорно. Имеет смысл с тенями играть, когда вы пытаетесь передать какую-то фактуру. Там шелка, бархата, вот что-то такого плана. Когда вы этого не пытаетесь передать, то вам не нужна такая сложность. То есть вам достаточно буквально вот этих теней, которые немножко будут формировать объем. Вам же не нужно прям вот такую штуку делать. Вам достаточно чуть-чуть сформировать объем. Можно еще дополнительную тень пустить, например, вот здесь. Если мы чувствуем, что она нам требуется. Вот чуть-чуть ее здесь пустить. Только если мы понимаем, что она нам актуальна. Вот дополнительная тень. Формирование объема. Таким вот полупрозрачностью можно ее сюда поставить. Вот такой. То есть видите, происходит формирование нашего с вами объемчика. Сейчас я то же самое разложу на вторую сторону. Будет понимание синхронности процесса. Как видите, обозначилась грудь. Хотя она у меня никак не нарисована. Вообще никак. Только тенью. Вот у меня она обозначилась. Если вы считаете, что то, что у вас нарисовано слишком ярко, можно тон снизить. И тогда оно будет смотреться намного мягче. То есть не надо стараться тень сделать максимально черной. Иногда она должна быть буквально на несколько тонов темнее. Тогда будет уже более мягкий эффект. Руки точно так же. В руках те же самые цилиндры. Как правило, нижняя часть имеет тень. Вот здесь. Соответственно, может быть такая не очень яркая. И сверху надо смотреть. Может быть немножко тени. А может не быть. Потому что сюда часто падает свет. Но можно ее добавить для достижения эффекта объема. Опять же, совсем не всегда. Вот таким образом. Мы тенюшку туда помещаем. Вот у нас легла там тень. Больше сильно не надо. То есть уже там по тканям, по особенностям надо смотреть, как оно будет формироваться. Вот здесь вот видите, у меня эффект наложения получился, что не очень здорово идет. Поэтому могу его убрать, чтобы он не сильно мешался. И вот такого теневого вполне достаточно. То есть если вы рисуете, например, платье, если у вас вот эти вот боковые тенюшки прорисованы, то вам уже достаточно. Сейчас вот нарисуйте горловину, у вас платье готово. Надо только тогда центральные вот эти от ног убрать, потому что их будет не видно. По шее, шея, как правило, просто более темная. У нее там, конечно, есть элементы. Можно просто ее сделать более темной. И что часто рисуют художники? Вот здесь у нас с вами еремная ямка находится и ключицы. Соответственно, вот ключицы часто выделяют. Такая типовая стилизация. Это не то, что мы прям ее прорисовываем, да, эту еремную ямку. А именно стилизованно ее изображаем. То есть получается палочку сюда, палочку сюда, здесь в ямку. По центру сейчас поправим потом, да, вот так. Вот таким образом изображают, что здесь у нас есть. Соответственно, ключицы и еремная ямочка. Вот это основные тени. Соответственно, попробуйте это нарисовать. Можно это сделать на маникене, можно это сделать на фигуре. Это полностью отвечает тому, как мы там формировали, было видео, кожу, да. То есть можно ее таким образом формировать, можно таким. Здесь вот то, что я говорила, то, что действительно не хватает, вот этой вот тени, которая находится под грудью. Тогда будет создаваться больше объем. Но и так, как бы есть какой-то свой стиль, какое-то свое понимание. Вот таким образом формируются тени. Не надо их мельчить, не нужно рисовать. Лучше дать одну большую такую тень, которую показывает там бок, чем нарисовать много-много маленьких обрывочков таких. Они не украшают. Нужно, конечно, понимать, что если у вас четко сформированный боковой свет, то тень пойдет только по одному боку. По второму она ляжет более глубокая, по другому боку ее не будет. Там будут даже, наоборот, световые рефлексы. Надо понимать. Но вот такое формирование теней происходит при рисунке. И его просто базово надо помнить. При этом я знаю, что не все художники любят рисовать вот этот животик. То есть иногда вот эти штучки их убирают. Иногда можно, иногда не нужно. Ну, то есть сами смотрите, как бы это уже стилизация пошла. Я обычно добавляю, можно не добавлять. Здесь уже можно потом дальше прорисовывать грудь, если там что-то. Там какие-то складки, драпировки и дополнять. Но вот даже не имея никакой прорисованной груди, просто наметив вот эти вот тени, которые пролегают под объемом, под конусами, под полусферами, вы обозначаете, что на этом есть. Надеюсь, что видео было полезно. Если появились вопросы, обязательно мне их задавайте. В комментариях ставьте лайки. И вообще подписывайтесь на канал. Я стараюсь сделать для вас много интересной и актуальной информации. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова